И мне вообще тема сама стала интересна страйкбольных турниров. В общем, я начал копать, связался с Александром Евгеньевичем, и с той точки зрения, что, может быть, когда-нибудь я там начну делать сам, не знаю, если мне силы на это хватит, и желания, и не перегорю я. И второй момент, я, когда, допустим, какие-то обсуждения есть насчет турниров, я всегда говорю, ну что мы велосипед изобретаем? Давайте возьмем там Battle Arena регламент, либо там Speed QB, или еще что-нибудь такое. И я помню, ну вот на моей памяти, по крайней мере, Black Ops Cup является одним из самых таких, ну, Алдова, скажем так, ну в плане он долгоиграющий уже, долго существует. Да, он и первый. Да, и у меня сложилась ассоциация в Казахстане, что это, наверное, один такой единственный, у кого, ну, то есть все туда стремятся попасть, по крайней мере, алматинской комьюнити. Астана, я помню, тоже ребят-легионеры там пытались доехать, но у них там снаряк вовремя не успел доехать, поэтому там сыграли, так и сыграли. Поэтому я хотел с тобой лично познакомиться, и чтобы ты мне рассказал, как вы вообще к этому, к турниру именно пришли. Вот, именно в контексте турниров, вот это соревновательное, всей движухи. Вот, поэтому первый вопрос, наверное, ну, это такой, можно легко по нему пройтись. Как ты сам в строкбол попал? Вот, и уже дальше я спрошу про то, собственно, как ты начал делать турнир тот, который вот сейчас есть. Хорошо, хорошо, я понял. Так, окей, ну, раз мы знакомимся, я Ник, я бывший кэп команды Black Ops, сейчас уже не являюсь капитаном, потому что я устал, почти 10 лет я правил командой, и решил, что хватит уже, надо заниматься чем-то другим. Вот, в страйкбол я попал, меня позвал друг, как и у всех, как обычно, от меня, недалеко, где я живу, полигон стрельбища, ты на нем был в Алмате, ну, буквально тут 5 минут. Вот, и я знал всегда, что приезжают люди, там, во что-то играют, в какую-то стрелялку, я не знал еще тогда, что это страйкбол, там, что есть привода, там, и так далее. Но всегда знал, что кто-то там бегает постоянно. И как-то раз мне друг сказал, не хочешь поиграть, вот есть такая тема, страйкбол, вот у нас на стрельбище, недалеко, поехали со мной. А у меня на тот момент уже был привод, что самое интересное. А отец случайно, прям по дикой случайности, на барахолке купил гэху, всю пластиковую, с пластиковым гиром, ну, такое, типа, по банкам постреляем, и привез мне. Вот, я даже не знал, я говорю, я не знал, что она страйкбольная даже, эта гэха. В итоге вот, друг позвал, объяснил мне, что у меня гэшка моя, она страйкбольная, я ее взял с собой, и как раз повез на первую свою игру на стрельбище. Вот так я попал в страйкбол. Ну, естественно, мне с первого раза все понравилось, я прям покайфовал, все круто, офигенно, поиграли, и решил, что надо этим заниматься. Это в каком году было? Это был 2011 год, если мне не изменяет память, это был июнь. Блэккопсы организовались в 2011 году, 27 мая, и в июне, вот, я прихожу в страйкбол, получается, спустя, ну, там, меньше месяца, и как раз меня зовет поиграть друг, который уже состоит в команде, и в команде состоит он в Блэккопсах, соответственно. Вот, и после того, как мне понравилось, конечно, я пошел играть вместе с ними, они меня взяли рекуртом, и я бегал в составе команды, все как положено, прошел все семь кругов ада для приема в команду Блэккопс, ну, и, соответственно, вот так я попал в саму команду, а потом уже спустя, по-моему, два года, я уже не помню точно, я стал кэпом, меня выбрали на собрании команды, у нас демократия в команде, большинство голосов решает, ну, какие-либо вопросы в команде, в том числе и капитанство, и когда прошлый кэп, дед Макар, у нас есть такой игрок в Алматы, тоже очень древний, давно играет, он был капитаном, он решил, что ему хватит, у него там две дочери, ему некогда, мы начали перезбирать нового кэпа, и выбрали меня из того момента, вот буквально по прошлый год я был капом Блэккопсов, вот так вот я попал в страйкбол. Ясно, ясно, окей. Ну, и вот, возвращаясь к турниру, ну, сам название самого этого, все идет отсылка к вашей команде. Да, да, конечно, конечно. Отсылка прямая. Да, вот можешь рассказать, откуда вообще идея сама взялась, был ли какой-то нулевой турнир, или там, не знаю, пробы первые, через одно место все сначала получилось, потом переименовали. Да, да, я тебе сейчас подробно расскажу. Короче, всегда в страйкболе, вообще в Алматинском, что меня выбешивало, это то, что после больших игр многие команды говорят, да, мы вот крутые, короче, мы там столько заданий сделали, там, вообще всех порвали, там, и так далее. Но они никогда не учитывают тот факт, что когда в страйкболе две стороны в игре, это как минимум не вы выиграли игру, а вся сторона ее выиграла, да, и иногда, не иногда, а в большинстве случаев бывает так, что вы там выполнили определенное задание, потому что какая-то команда поспособствовала этому, или вся сторона поспособствует и так далее. И я задался мыслью, а как бы сделать в страйкболе так, чтобы одна команда действительно могла выпендриваться, что она круче всех, то есть объективно, не субъективно, потому что в больших играх это, ну, субъективно всегда, а вот объективно, как бы они могли бы что такое сделать, чтобы точно сказать, что да, вот эта команда лучше всех остальных. И, естественно, пришел вариант с турниром. На тот момент мы все смотрели и фанатели, наверное, батл-арену и хотели, ну, мечтали туда попасть, естественно. Вот. И, собственно, сама батл-арена и вдохновила на создание Black Ops Cup. Я думаю, мы, ну, насмотрелись. Я смотрел помимо батл-арены еще много разных игр американских, где ребята катают Speed CQB, но не конкретно какие-то турниры, а именно просто рандомные игры. Мне всегда нравилось расположение поля и сама составляющая этой игры, что много спортивных элементов и действительно можно выявить настоящего победителя, ну, в конкретной игре. То есть, когда команда играет 5 на 5, одна команда побеждает другую, ясно, что объективно эта команда лучше. Вот. Ну, и так мы пришли к этой идее вместе с командой. На самом деле, если говорить вот про турнир и почему он до сих пор держится, и мы его уже, считай, 6 лет, один год мы пропустили из-за пандемии, не стали делать, ну, 5 турниров в общем мы провели. И очень поспособствовала именно сама команда, чтобы провести эти турниры. Если бы не мои люди, условно говоря, может быть, мы на первом бы остановились. Ну, и вот, очередной раз, насмотревшись Battle Arena, я не помню уже по счету, по-моему, четвертая была тогда Battle Arena, мы собрались с командой, решили продумать концепт, как бы мы могли сделать турнир, полигон выбрать какой-то и так далее, правила какие-то придумать. Естественно, как и все, мы не стали выдумывать велосипед. И концепт именно 5 на 5 мы, конечно, стырили и со спицы QB, частично с Battle Arena и так далее. Но в Battle Arena мне всегда не нравилась привязка к определенному полигону. То, что вот, если ты знаешь, они там устраивают, допустим, когда сам чемп идет, у них есть разные форматы, не обязательно 5 на 5 до полной победы. Они там могут ограбление банка делать и так далее, зачистку там определенных помещений, спасти заложника. То есть у них много вариаций, на которые они играют. Ну, в последнее время, чем бы только на ограбление банка устраивали. И мне не нравилось, что под ограбление конкретно банка, условно там названное ограбление банка в контексте игры, нужно иметь определенный полигон. То есть именно такой, как у них, ну или примерно похожий на него. И это не совсем удобно, когда ты проводишь турнир, ну, на местности у себя, где у тебя нет таких полигонов, получается, что у тебя нет никакого выбора. Ты не можешь, кроме как этого сюжета, выбрать какой-то другой. И сама батл-арена не разрешает этого делать. То есть если вы проводите отборку, условно говоря, на батл-арену, чтобы она засчиталась настоящей отборкой, квалифицированной именно в твоей стране, и команда, которая победит, сможет поехать на батл-арену мировую, вы должны выполнить именно это условие. То есть жанр игры выбирает сама батл-арена, и полигон должен соответствовать, ну, как минимум, плюс-минус похожим быть. Вот это плохо было. Поэтому мы в своем турнире решили не делать привязку к сюжету, и решили, что нам достаточно просто встречного боя, грубо говоря, 5 на 5, и все. Нужно будет только подкорректировать определенные правила турниры по типу одиночного режима огня и так далее, отсутствие гренок и вот это все. То есть переговорив с командой, мы решили, что мы попробуем и сделаем первый турнир. Тогда он был первый вообще в прямом смысле в Казахстане, в стрейкбольд. Раньше никто не устраивал турниры. Были разные там пистолетные войны и так далее, но именно турнира не было. Мы выбрали полигон стрельбище. Не самый удачный полигон именно для нашего турнира, но у нас вариантов других не было. Во-первых, у нас не было бюджета. Нас никто, естественно, не хотел поддерживать, потому что кто мы такие и что за турнир мы устраиваем. Соответственно, был вот бесплатный полигон стрельбище. Ну, тогда он выглядел намного лучше, чем сейчас. То есть он еще был целенький, аккуратный, нормальный. Ну, выбрали стрельбище. Сели прописывать правила турнира. Частично мы стырили из спидси QB, из любой страны, там плюс-минус есть правила по пяти игрокам, по полигону, как он располагается и так далее. Частично в батл-арене я на то время общался с главным судьем батл-арены, Дмитрий, если не изменяет мне память, его зовут, и я у него там спрашивал именно орг-моменты, а как вы там судите, вот такие моменты, как судите такие моменты. И из всех правил, которые мы внедрили, их там не так много, то есть общие правила страйкбола и плюс специальные правила там в плане того, что там, ну, со временем, на первом, кстати, турнире у нас была разрешена одиночка, у нас были, да, общие правила страйкбола и гранат, у нас тоже разрешены были. Да-да-да-да, было, все, все можно было в общем. Правила страйкбола, грубо говоря, мы ограничивали, а, единственное, мы ограничили боезапас, то есть тем, кто с бункерами играет, мы разрешили взять с собой один бункер, либо много механ, то есть либо-либо человек должен был выбрать. И по гренам у нас было правило одна грена на одного игрока на один раунд, вот, чтобы они не перекидывали друг друга тупо гранатами. Вот. Ну, и самый камень преткновения всегда, он и сейчас, я думаю, в турнире, и он во всех турнирах, я прям уверен, которые проводят, потому что я и беседовал даже с Дмитрием, который главный судья Баталарены, это идентификация поражения игрока. Это самая стрёмная и сложная вещь в турнире, потому что во время турнира всегда начинаются споры, потому что мы играем на короу, конечно же, да, да, то есть за звание лучшего, и, кстати говоря, в нашем турнире всегда есть денежное вознаграждение в виде банка, который мы отдаем со взносов. Вот первый турнир мы проводили, мы не брали вообще денег себе на организацию никаких, то есть мы весь банк, вот игроки, грубо говоря, там 10 команд скинуло с деньгами, мы полностью их положили в банк, да, и отдали первому месту. Так вот, идентификация, это самое страшное в турнирах, что можно представить вообще. И было принято мною решение, что нужно больше рефери на поле, потому что пообщавшись с Дмитрием, я понял, что в баталарене с этим тоже великие проблемы, просто о них мало кто говорит. И бета, вернувшись с турнира, подтвердила только мои опасения, что камеры ничего не решают. Гоупрохи на игроках тоже ничего не решают. То есть шар летит настолько быстро, что иногда его не видно ни на одной из камер вообще. То есть он попадает в поле зрения, но именно самого попадания, идентификации не отследить. И Дмитрий мне подтвердил, что у них на баталарене увешан каждый угол камерами, не только с целью, чтобы там следить за игроками, они же еще ведут прямой эфир, чтобы красивая там картинка была и так далее. Но он мне тоже сказал, что из 10 случаев, когда подтверждается какая-то несознанка, 9 случаев видит именно человека, а не камера. То есть грубо говоря, что из 10 случаев на камере не видно ни одного попадания. То есть мы можем игроков увешать с ног до головы этими прохами, поле само тоже увешать камерами, но тем не менее это не гарантирует нам идентификацию попадания. Поэтому я решил, что живые люди, есть живые люди, как бы они больше видят, и чем больше их будет стоять на поле, тем больше мы увидим все вместе. Соответственно, я должен был заручиться мнением своих рефери. Поэтому рефери я никогда не беру из числа каких-то сторонних игроков. Мне много часто предлагают капитаны команд, которые не участвуют в турнире и так далее. Они мне предлагают, давай я приеду, помогу, пореферить и так далее. Я никогда не беру, потому что я доверяю только своей команде и только своим бойцам. Все. Поэтому я всегда рефери ставлю из числа своих людей. И плюс еще сам всегда нахожусь на поле, чтобы решать какие-то моменты. Ну и плюс безоговорочное правило, которое в этом году, когда мы проводили турнир, нарушалось не раз. Безоговорочное правило в моем турнире, что если вы подали регистрацию, то вы согласны со всеми правилами и согласны с тем, что вы будете слушать любой результат, который объявит рефери. То есть безоговорочно. Если мои боковые арбитры говорят, что было попадание, значит попадание было, и я считаю, что было попадание. Невзирая на то, что мы можем ошибиться и так далее. То есть мы сами принимаем решения и никогда никому не даем влазить в этот процесс. Как бы там какие бы срачки, драчки не разводились, мы всегда принимаем решения сами. И соответственно просим всех игроков перед тем, как зарегистрироваться на турнир, подумать 10 раз, а будут ли они согласны с такой ситуацией или нет. Если буду решать, условно говоря, я и моя команда победили ли они какой-то раунд или матч, или не победили. Вот. Ну и этот камень предыкновения. Пять турниров я провел. Пять турниров он и продолжается. На самом первом турнире было все полегче, попроще, потому что это был первый турнир, еще никто особо не понимал формат. Все было такое сумбурно, непонятное. Полигон не очень подходил под турнир. Мы сами, как организаторы, еще не знали, с чем столкнемся и так далее. То есть все было такое на коленке, топорное. Условно говоря, мы на стрельбище везде, куда могли, поставили рефери. Там на крыши, на забор, на деревья посадили людей, чтобы они следили. Но там это было прямо от ад следить за людьми. Слишком много углов, слишком много мест, где игрок может уединиться и так далее. То есть, ну, за всем не подсмотришь. Вообще нереально тяжело было судить. Но на удивление все прошло прикольно. Топорно, но прикольно. У нас там на коленке наш кубок. Вообще, кто не знает, кто не знает. Я поехал покупать его на барахолку. К нам здесь, в Алмате. Купил. И такой... А, еще почему? Вот я отдал в этом году кубок с концами. Я хотел огромный кубок. Прям огромный. Не знаю, полтора метра или какие там бывают. Чтобы он прям был здоровенный. Чтобы они его в пятером поднимали прям. И прям вот держали, как в футболе, чтобы такое прям весомое. Но у меня тупо не хватило денег, которые у меня были с собой. Я не думал, что... Куча бабла, да. Я смотрел такие кубки. 90 штук. Что-то такое. Да, да. Я не ожидал, что кубки могут столько стоить. И я не взял с собой столько денег. А на тот момент еще не было таких Каспий и всего подобное. Только наличка. И я тупо купил кубок, тот, на который мне хватило денег. И он был небольшим. Ну, то есть это стандартный обычный кубок. Не вот эти агроменные. А он обычный. Маленький кубок. И я такой думаю, блин, ну так жалко, стыдно. Мне хотелось всегда. Еще, причем, мы изначально продумали этот момент, что кубок будет каждый год передаваться из рук в руки. И я такой приехал грустный, что я купил вот эту маленькую чушь, короче, непонятную. И она будет передаваться еще потом, ну, какое-то количество времени. Это прям было очень грустно. Поэтому я попросил свою жену. Она у меня художник-аэрографист. Занимается аэрографией. И из бронзового кубка стандартного, вот этого, как его делают китайского, мы сделали наш легендарный черный кубок. Она его покрасила, нанесла на него наш логотип, написала Black Ops. Мы там оставили специально место на кубке, куда вот думали, что игроки будут планочку крепить со своими победами, чем они и занимались. И этот кубок стал самым знаменитым среди страйкболистов и самым желанным, который хотят забрать, которые хотят забрать себе на полочку на целый год поставить как бы это достижение. Вот так вот кубок у нас приобрелся. И после покраса он оказался ничего довольно таким. Оказывается, вот, кстати, хорошая заметка. Черный цвет, он не всегда плохо смотрится. Я думал, будет траурно очень. Но получилось вполне себе красиво. И плюс кубок классно отражал, ну, концепт нашей команды, типа Black Ops, вот, Black Ops Cup и черный кубок. Ну, типа, прикольно, короче. Ну, как мне кажется, прикольно. Вот. Провели мы этот первый турнирчик с горем пополам, хапнули горешко. Во-первых, мы люто устали, потому что, как оказалось, 32 игры на турнире в такого формата, как у нас, это очень много. На это уходит весь день. Я-то думал, мы справимся за полдня. Ну, типа, что там? Казалось бы, мы еще тогда, у нас было правило 10 минут, да, 10 минут у нас было на один раунд, в матче два раунда, это 20 минут одна команда только играла. И я думал, ну, типа, да фигня вообще, мы справимся, полдня и готово. На самом деле, ничего такого. Да, 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 вот наши кубы красивые. Вот я посвящу вас, да, кубок черный. Да, 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 да. Вот. И... А мне мой друг, у меня есть друг Сакен, который всегда считает на турнире баллы и следит за турнирной таблицей, он у нас лютый математик такой. Он любит все считать. И он мне еще изначально говорил до начала турнира, что, блин, я тут на бумажке посчитал просто, исходя из математики, количество команд умножил на количество игр, которые у нас было. И он говорит, блин, что-то этот, у меня выходит, что мы там 12 часов должны турнир проводить. И я такой говорю, да нет, ты что-то неправильно, как 12 часов, не может быть такого. Ну, в общем, оказалось, да, почти. Не 12, но там что-то 10 часов, где-то первый кубок шел, наверное, точно. Вот. Мы люто устали за это время, игроки жестко устали. Еще мы жестко парафинились с тем, что я хотел сделать турнир, чтобы он по погоде был максимально комфортный для игроков. Но я не учел тот факт, что жара, это тоже некомфортно. И первый турнир мы проводили посреди лета, когда у нас тут плюс 35 на улице было. И полигон стрельбище не самый защищенный от солнца полигон. И мы просто все там умирали вместе с игроками. Игрокам я вообще не завидую. Как они носились в эти плюс 35, я не знаю. Потом, впоследствии после турнира нам в отзывах написали, что пацаны, не делайте больше турнир посреди лета. И мы учили этот момент и стали переносить турнир на осень, вот на октябрь сначала, а потом вот впоследствии на сентябрь, потому что в октябре слишком холодно оказалось. Вот. И вот так прошел наш первый турнир. То есть на коленочке мы сели, грубо говоря, мы готовились к нему, я думаю, где-то месяца два. Это по большей части мы готовили правила, описывали их полностью. Потом, когда у нас открылась регистрация, люди начали регистрироваться и начали возникать лазейки в правилах, которые нам люди сами задавали нам вопросы, ну, относительно механики турнира. И находили лазейки, через которые там можно в турнирной таблице там как-то обыграть там и так далее. И мы их потихоньку правили. То есть два месяца, грубо говоря, мы занимались вот отточкой своих механик на турнире. Ну и там мелкие орг работы, типа там жилетки купить и всякое такое там код, кубок и так далее. То есть, ну, ничего такого особенного там в организации в самой плане только времени и занятости, ничего такого не было. Вот. Провели первый турнир. На удивление всем понравилось. Поначалу, когда мы открыли регистрацию к первому турниру, никто не хотел регистрироваться, потому что наши алматинские страйкболисты, они же все такие супертрушные, милитари там и так далее. Нам нужна большая игра, чтобы техника там была, давайте копать окопы и тому подобное. Никто не воспринимал этот формат. И про спицу QB, я помню, еще тогда говорили, вот, в каких-то там колготках бегают страйкболисты и так далее. Никому не нравился этот формат. Надо быть строго в комке, увешанными с ног до зубов и ножницы с собой носить обязательно. Это же так круто. Ну, условно говоря. Жгуты и тому подобное должно присутствовать обязательно. Особенно вот на турнире они очень нужны. А я не понимал людей. Ну, типа, да, это немного другой формат страйкбола. Это нельзя назвать там большой игрой и так далее. То есть здесь конкретно спортивное такое мероприятие, где команды приходят, грубо говоря, там, помериться силами, да. И когда я увидел, как на первый турнир все пришли, они были в полном ките. Вот бета, да, была в полном ките. Она и до сих пор, кстати, на турнире в полном ките играет. Я иногда их не понимаю. Я представлял себе как. Вот если бы я участвовал в турнире, да я бы максимально себя облегчил. Ну, потому что смысл. Раунд не такой уж. Я задам этот вопрос более-то. Почему они пришли на турнир в полном ките? Да, да, да. Я говорю, они до сих пор так приходят. Я вообще. Приходят и выигрывают. То есть я ничего против не имею. Ну, как по мне, я бы бегал в шортиках, в кроссовочках. У меня был бы максимально легкий привод. И какой-нибудь, не знаю, там, пояс, на который я бы повешал много-много механ, потому что дозаряжаться нельзя. Поэтому вот тупо увешался бы механами и все. Ну, вторичку бы взял с собой, да, и то. Ну, то есть не так уж она и важна. Все, то есть все, что нужно там. Ну, защитил бы лицо как-нибудь, потому что расстояние близкое. Ну, я вот просто покажу, как вообще там спидки виды. Да, да, вот то есть вот ребята бегают, у них джерси, да, одеты. Одеты, грубо говоря, это термуха или спортивное белье, да, и они носятся вообще отлично. То есть ты максимально легкий, можешь максимально быстро бежать. Что в турнире и требуется. Маневренность и быстрый бег, и, не знаю, до укрытия надо донестись как можно быстрее. И лица, да, мне нравится, что многие гоняют в масках от пинбола. Это тоже круто. То есть и лицо закрыто, и травм меньше, и так далее. Ну, до нас... Разгрузы легкие. Да, разгрузы легкие. Да, это и то. Это редкий случай даже. Вот у него лифчик висит, а смысл от него, я не знаю, что у него там на нем есть. Ничего такого особенного. Да, вот, пояс, вот, идеально вообще просто. Да, и максимально красивый. Ну, на то время в нашем страйкболе такого не понимали. Это было как-то чем-то зазорным. Мы не будем одевать на себя лосины. Поэтому в первом турнире наши команды участвовали в полном ките. По-моему, только если мне не изменяет память, у доберов, кажется, да, один пацан был вот как раз в шортиках и в кроссах, и максимально облегчен, и все. Все остальные бегали вот как в команде заведено, какой кит есть, вот полный кит надо одевать. Ну, как-то вот так. И это все в 35-ти градусную жнору. Я понимаю, почему они мне потом в комментариях написали, Ник, не делай больше никогда турнир летом. Да, вот тут примерно так кто-то. Они спарили. Да, вот, то есть, отлично. У него даже не привод, у него там пистолет в руках. То есть, ему этого хватает. Тупо, да, с переходником на М-магазины вообще отлично. Потому что в турнире нет, ну, по крайней мере, в нашем, да и у них в СиКС, СиКЮБИ нет никаких правил относительно привода. Кроме того, что он должен стрелять одиночкой. Все. То есть, никаких правил больше нет. Какой он будет? Нельзя использовать винтовки. Ну, снайперские винтовки имеются в виду. И пулеметы. Все остальное, пожалуйста. То есть, ПП, автоматы, пистолеты, дробовики. Некоторые бегают с дробошами даже. Это вполне все можно использовать. И как он там выглядит, и на какой он системе работает, то есть, никаких тоже ограничений нет. Тем более, что вот они вставляют там себе механы и бегут с переходниками. Вот. Ну, у нас все приходит с опытом, как говорится. Наши команды придут к этому спустя только пять лет. Конкретно на вот прошлом турнире я уже увидел что-то похожее на спидси КьюБИ. Киты у команд, они максимально облегчились. То есть, многие команды, кроме беты, беты неизменно. Они облегчились и начали использовать. Даже некоторые кто? Удоберов? Удоберов и еще у кого-то. Я видел футболки специально под турнир, видимо, сделаны. Ну, либо они их в жизни так таскают. С неймингом команды. Там все как положено. Очень круто смотрится. То есть, ну, прям глаз радуется. Вот. Ну, прошел первый турнир. Мы собрали отзывы. Нам самим и понравилось, и не понравилось одновременно. Понравилось то, что мы внедрили новый формат в жизнь страйкбола. Нам понравилось, что теперь какая-то команда могла реально говорить, что она круче, чем все остальные. И это было заслужено. Потому что они победили в турнире. То есть, по версии Black Ops, эта команда лучше. Первые победили бета. Они еще с гордостью там на кубке на нашем написали на плашечке. Вот это, куда все чемпионы пишут свои названия команд. Вот. И это было объективно. То есть, ты пришел на турнир, пришли другие команды, ты их всех победил, ты крутой. Все. Никто с этим не поспорит. Все круто. То есть, все офигенно. Мне очень понравилось. Именно формат самого турнира. Не понравилось то, что это нужно все организовать. И не понравился полигон. Я сразу понял, что стрельбище вообще никак не вкатывает под этот формат, что нужно искать, вот как на видосе мы только что смотрели, какой-то полигон подобный этому, где будут определенные фигуры. Он должен быть симметричным, чтобы с двух сторон было одинаковое расстояние, одинаковое укрытие и так далее. Я здраво понимал, что у нас нигде такого нет. Ну, то есть, в Алмате у нас одни заброшки и нет никаких частных полигонов для страйкбола. То есть, их вообще тупо не было. Был... Ну вот давай, я сейчас покажу, чтобы зрители понимали, о чем речь идет. Да-да-да, типа того. Есть вообще, как я узнал недавно, совсем вот в этом году, как раз вот на полигоне мы играли, есть у пейнтболистов стандарт, оказывается, этих полигонов. и спидси куби, кстати, стырили именно их стандарт, вот эта раскладка карты, как у тебя было показано сейчас на картинке. Вот сейчас у спидсов Траша прям зайдем, у них тоже вот есть вот эта раскладка, получается, они то есть прям показывают, как они должны выглядеть, такие полигоны. Где-то у них сейчас было здесь. В общем, я видел, да, а вот арены и фигуры, они то есть вот это прям регламентируют. Да, 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 да. Ну, что-то типа такого. Короче, эта схема была стырена у пейнтболистов, именно у профессиональных спортивных пейнтболистов, которые играют в турниры и так далее. Насколько мне не изменяет память, эта схема называется Дисней. То есть, если вы найти набрать там полигон Дисней и пейнтбол, то выпадет именно вот эта схема с крестом, с вот этим посередине и так далее. То есть, это прям стандарт, который у них принят официально и все соревнования проходят именно на таком полигоне. Ну, вот, здесь преимущество в том, что все одинаково с двух сторон. То есть, у двух команд одинаковое укрытие, одинаковое расстояние и так далее. То есть, он прям вымерен чуть ли не под линейку со всех сторон, все круто сделано. Это очень клево, потому что здесь сразу исключается тот факт, что, а вот нам надо было бежать больше, а вам меньше, а вот у вас там укрытие есть, а у нас тут нет. То есть, опять же, если мы говорим о турнирах, то это уже спортивная дисциплина и все показатели в спорте должны быть точными. То есть, у нас есть одна самая большая неточность, это поражение игрока, с которой пока мы никак не можем бороться, кроме как наблюдать, да, за игроками вживую. Вот. Но все остальное нужно сделать максимально точным. то есть, дистанция у игроков на полигоне с двух сторон. Я не знаю, покрытие, чтобы было одинаковое с двух сторон. Очень, если брать Алмату, то в нашем случае это должен быть ровный полигон, а не вот с таким наклоном в одну сторону. Это тоже очень в горной местности жаляет. Из-за этого, кстати говоря, мы в турнир ввели матчи, понятие матчи, в который входит два раунда, потому что изначально полигоны нам попадались однобоки или с наклоном с каким-нибудь. И из-за этого мы играли всегда два раунда, чтобы одна команда могла поиграть и с той, и с этой стороны. Потому что мы считали, что полигон кривой, косой весь, естественно, это нечестно по отношению к какой-либо команде. И, допустим, жеребьевкой какой-нибудь решать сторону, на какой будет играть команда, будет нечестно. Поэтому мы играли всегда два раунда и менялись сторонами, чтобы это было максимально честно в турнире. Пока вот не нашли полигон, как был вот в этом году. Но и то, два матча мы все равно оставили. Потому что чисто математически, когда считаешь потом накопленные баллы в отборочном туре, так удобнее по схеме футбольной. Просто удобно считать очки и выявлять победителей в раундах. Что еще? С чем мы с таким еще сталкивались? Ну, первые два турнира у нас прошли на стрельбище, потому что мы тупо не могли найти полигон. Никакой другой, не было ничего подходящего. Пинбольные полигоны я в области Алматы, Алматинской области объехал все, пересмотрел все, понял, что наши строители полигонов нифига абсолютно не понимают в построении полигонов, самих даже пинбольные коммерческие площадки, то есть сделаны так, что, ну, блин, вот, исходя из вообще самой игры, я бы не стал даже на них играть просто любительски, потому что это все неудобно, некрасиво, явно видно, что сами хозяева полигонов не играют в пинбол или играют, но не понимают, ну, чем они занимаются. Это тупо некрасивые площадки и неудобные локации вообще, все построено как-то вот просто кубики вот так кинули, как легло, так легло. Вот, объехал, короче, все на свете, расстроился, потому что я всегда хотел на турнире иметь вот такой идеальный полигон, чтобы было прям круто. Ну, и впоследствии я его нашел. Я нашел полигон Скорпион, правда, на стадии его зарождения, когда они только-только строили. Скорпион, для тех, кто не знает, это полигон, на котором мы играли вот в этом году. Его достроили наконец-то. Ну, покажу тоже. Да, да, вот, как мы видим тут на фоточках, он похож, на то, что я себе представлял. Мне понравилось, что они сделали, ой, это, блин, на правах рекламы. Сейчас мы нарекламируем. Скорпион, да не-не, на самом деле мне не жалко, то есть, ну, видно, что ребята вложились нормально, и как минимум, что мне нравится, что владелец полигона, сам хозяин, он пинболист, профессиональный, то есть, он играл в турнирах, там, даже они куда-то ездили со сборной Казахстана и так далее, и вот он построил полигон с чувством, с толком, с расстановкой, видно, что человек занимается этим. Вот это, по мне, это вот, ну, в наших реалиях это идеальный полигон для вот таких вот турниров всяких разных. Вот, но когда мы с ним встретились первый раз, они только-только его строили, но вроде как, так как у нас был турнир перенесен на октябрь месяц, они мне обещали, что полигон достроится до октября, то есть, все нормально, в октябре он будет готовый, и можно будет играть, но мы не сошлись в деньгах. Он попросил неприличных денег за один день турнира, то есть, ну, у меня не было таких бюджетов, чтобы я мог взять и отвалить такую сумму за полигон. И банки я не хотел отдавать, потому что, как бы, ну, это хорошее поощрение команде, которая победила, то есть, они тренируются, они занимаются этим, там, привода улучшают и кастомят специально под турнир, поэтому, ну, поощрение деньгами победителей, я считаю, это нормально. Хотя, были разговоры даже насчет банка еще на первом турнире, помнится мне Дангер с беты, опять беты, он мне всегда говорил, вот это станет камнем преткновения, азарт в играх, это очень плохо, люди будут там хитрить, короче, не сознаваться из-за того, что на кону стоят деньги. Я всегда говорил... Ну, отчасти я с ним согласен, отчасти так. Я просто не участвую в турнирах, но подсознательно в этом логика есть. Да, да, все правильно, но мы всегда позиционировали свой турнир, как мерило сил ваших команд, то есть, грубо говоря, вы идете на турнир, не забирать деньги, вы идете забирать кубок, он важнее. Важнее всего оставить именно эту плашечку на кубке, которая ходит по рукам каждый год, что вы победили и так далее. И гордость за свою команду, что вы можете взять и сыграть, и всех выиграть, то есть, вот так. А деньги, это уже второстепенно прилагается. Как правило, ну, учитывая пятилетний опыт, они их сразу, да, учитывая пятилетний опыт, они, да, вот так вот сразу после турнира едут куда-нибудь их оставлять. Это вот на фото я прокомментирую, это получается победитель один на один из 38 участников КВА Fight Night сезон второй, 550 долларов у него банк. О, ништяк. Ну, вот, вот, видишь, я не зря банк делал, люди тоже, молодцы. Банк, это круто. Ну, это поощрение, как бы, учитывая, что турнир набрал обороты, как вот сейчас, например, раньше, когда мы провели первый турнир, у меня единицы спрашивали, то есть, а будет ли продолжение, будете вы делать там, следующий турнир, а когда он будет, когда дата турнира и так далее. Были такие вопросы, так, от двух, трех человек из комьюнити, в принципе. То сейчас, к пятому турниру, когда я объявляю регистрацию на турнир открыто, это обычно за месяц, за два бывает, я узнаю, что многие начали тренироваться еще зимой на турнир, который будет, то есть, только в октябре, грубо говоря. И, ну, для меня это прям офигенный показатель того, что мы внесли свою лепту в страйкбол, мы, ну, показали людям, что мы не придумали, это не инновация, там, с нашей стороны турниры, они проводились и будут всегда проводиться, но мы внедрили его в наш казахстанский страйкбол, и, ну, для меня очень клево знать, что люди к этому относятся не так, что, а, давай зарегистрируемся и там соберем какую-то пятерку, как-то сыграем и пофиг, а все больше и больше команд именно готовятся к этому турниру. И по качеству игр я вижу, что они прям оттачивают свое мастерство, если на первом турнире это было похоже на такое, 10 человек бегает по полю, не знает, что им делать, никакой коммуникации, там, вообще, кто-то просто дрожит, стоит на месте, ничего не делает, там, кто-то кого-то троллит и так далее. Был знаменитый случай, когда там ребята с одной команды устрашали Обаму нашу, они со старта выбегали и злостно всей командой кричали Обаму, мы идем за тобой, психологическая атака такая была. Вот, то сейчас я вижу качество игр, качество раундов, то есть, это лютая коммуникация среди пяти-рых человек, ну, то есть, со своей командой, вообще круто, конкретные тактики отработаны, весь полигон поделен на сектора, они там как-то сами их обозначили, там, иной раз, когда я сужу какой-то раунд и смотрю, как игроки переговариваются между собой, я не всегда понимаю, о чем они говорят, потому что у них свои какие-то обозначения и так далее, ну, то есть, это круто, я прям рад и доволен, что это так происходит, что люди ответственно подходят к этому вопросу, и поэтому банк, я считаю, он покрывает просто расходы на те же тренировки, потому что команды платят за полигон сами на тренировках и так далее, то есть, это тупо вот возместить, ну, насколько это возможно, возместить затраты, которые вы там потратили бюджеты свои на подготовку к самому турниру, вот, и все, банально, поэтому я не убираю как бы сам банк, ну, и делить не хочу на три места, потому что, ну, это неправильно, победителю в нашем турнире достается все, слава, кубок, деньги и так далее, и народное призвание, вот, все или ничего, да, да, все или ничего, да, я всегда всем говорю, то есть, вы пришли только с одной целью победить, да, у нас три призовых места, но это было решение раскидать просто спонсорские призы и подарки на три места, чтобы было, как бы, более честно, хотя, все равно, самые лучшие подарки спонсорские уходят на первое место, и когда-нибудь, я очень надеюсь, хотел в этом году, ну, чуть-чуть не срослось, я почти договорился, за первое место мы когда-нибудь подарим привода, все-таки, я думаю, найдется спонсор, который все это сделает, чуть-чуть вот в этом году сорвалось, ну, блин, почти, почти, так что, я думаю, все будет, вот, ну, и мы искали, возвращаясь ко второму турниру, мы искали, искали полигон, так ничего не нашли, пришлось проводить опять на стрельбище, еще самая большая ошибка была моя в проведении турниров, в чем я вижу, кстати, ошибку, эту же, у других организаторов турниров, которые сейчас проходят, вообще я в Казахстане, самая главная ошибка была в том, что я на второй турнир пустил разные группы, состоящие из одной команды, то есть, грубо говоря, условно, там, у Black Ops, два состава у одной команды, да, два состава у одной команды, да, это самая большая моя ошибка была, то есть, ну, я в корне даже сейчас считаю, что это неправильно, мы один раз поэкспериментировали, для того, чтобы было больше команд-участниц и так далее, ну, как бы массовость эту набрать, и многие команды просили, что вот у нас 20 человек в команде, мы там пятерку только выделяем, остальные тоже хотят играть, и мы разрешили, но это в корне неправильно, потому что начинаются договорники между собой, да, и такое есть в турнирах, когда они встречаются друг с другом, они там решают, какая группа выйдет, какая нет, это неправильно, ну, я считаю, турнир должен быть честным, то есть, никаких договорников не должно быть, поэтому после второго турнира было принято решение, невзирая на то, сколько будет команд в регистрации, никаким образом не допускать двух составов с одной команды, только за исключением тех случаев, когда это команды из разных городов, на примере, как вот Доберманы есть, есть алматинцы, есть астанинцы, есть бета Алмата, Астана, то есть, так я пускаю команды, когда это два разных состава из двух разных городов, а именно два состава с одного города, с одной команды нет, сколько бы меня и не просили потом, то есть, я никогда этого не делал больше, вот, что я и наблюдаю, кстати, в других турнирах, когда там создается пачка, чуть ли там не два, три, четыре, десять составов, я не знаю, просто какая-то пятерка непонятная организовалась, ну, я считаю, что необъективно, я позиционирую свой турнир как масштабный турнир, то есть, во-первых, он один из первых, тогда и не было других, да, во-вторых, ну, я хочу, чтобы это была прям гордостью команды, что та команда, которая победила, она точно знала, что она одна, единственная такая вот, молодец, потому что они готовились и так далее, и поэтому я перестал, в общем, пускать два состава и так далее, и вообще я перестал пускать сборные команды. А можно вопрос вот про сборные, как раз ты говоришь, в этом году, в том году, мы, получается, собрали сборную солянки, я не знаю, ты отслеживал эту ситуацию, нет, в общем, у нас было пять команд, из каждой команды, там, по два-три человека, и мы просим взяли, миксанули абсолютно всех и собрали три команды, ну, там нейминг был один, там датушка вывода team, вот, там отдельная история с этим всем, но мы сделали так, то есть там, перемешали пять команд в три, условно, в три команды, но, как бы, под общим лейблом, как тебе, как организатору, такая тема, ты бы нас допустил, если бы ты приехал так? Нет, я бы не пустил, я бы не пустил, нет.